Пришло, наступило время нашего урока. Ну и как всегда, первую минуту мы пытаемся убедиться в том, что интернет работает и связь существует, и может быть даже какие-то люди появятся, чтобы сообщить мне о том, как меня слышно, как меня видно. Но уже можно начинать. В эту субботу, так, подключение доступно, отлично. Значит, в эту субботу мы читаем главу Трума. И начиная с этой главы, Тара нам будет рассказывать о построении Мешкана. Мешкан – передвижной храм. То есть вот глава Трума и все последующие главы, их будет аж целых пять глав, нам будут рассказывать о том, каким образом, очень подробно, каким образом будет строиться Мешкан. Мешкан – передвижной храм. Ну и вот я захотел с вами поговорить о храме. Что такое храм, что такое Мешкан, что такое храм, зачем, почему, от чего и функция. Мы настолько привыкли к тому, что храм существует. В европейской традиции храм – что-то достаточно обыденное. И если мы говорим о Европе, то любой город, он чисто географически организовывается именно храмом. Храм – это одно из центральных мест города, центральный храм, особенно в Германии, ну и во всех католических и протестантских странах. То есть храм находится где-то в центре селения, как правило, он выделяется, как правило, он отличается своей архитектурой, является гордостью того места. Я помню мое впечатление, когда я впервые увидел в Кёльне храм. Действительно, он поражает, он поражает своими размерами, своей формой. В Милане очень интересный храм. Храмы, они очень интересные, да. Вы можете спросить, вообще, можно ли смотреть на христианские храмы. Ну, почему нельзя? Смотреть можно, почему нельзя? Конечно же, это же Нотр-Дам-де-Пари, вот недавно сгоревший, к сожалению. Это же, я не знаю, свидетельство эпохи, культуры и прочее, и прочее. Можно, наверное, конечно, можно. Я помню, работала в Ярославле, меня очень радовали там. Там была обилие всевозможных храмов, вся всякой формы, и купола всевозможные. То есть, на самом деле, храмовое искусство – это некий символ цивилизации. Так вот, поговорим о храме. Дело в том, что если вы кого-то спросите, что такое храм, зачем нужен храм, так еще никто у нас не появился, и поэтому никаких известий о том, слышит нас кто-то или видит кто-то, непонятно. Итак, храм. Если вы спросите любого человека, что такое храм, он вам скажет, что храм, скорее всего, это вот дом Всевышнего. Дом Всевышнего. Дом, где обитает Всевышний, или дом, где служит Всевышнему. Ну, я бы так сказал, что Всевышний обитает повсюду, и служить Всевышнему можно не только в храме, это не уникальная особенность. Однако ведь храм и мешкан почему-то возникают, да? Вот появился первый человек, и он нам пишет, что слышно. Ну, замечательно, замечательно. Значит, если слышно, значит, если есть люди, все хорошо. Я еще раз повторяю, что я хочу поговорить о храме. О храме как о таковом. Не о определенном культовом сооружении с определенным видом архитектуры. Нет, смысловое значение этого места. Итак, хочу вам напомнить одну вещь, что строительство храма, по существу здесь, в нашей главе Трума, начинается после нашего состояния у горы Сина, и после того, как Муше поднимается на гору, чтобы получить заповедь, Тару. И там Всевышний начинает ему излагать принципы строительства храма. Начинается с того, что наша глава Трума, начинается с того, что велено ему собрать подаяние, Труму, от всех людей, у которых благорасположенное сердце, и так далее. И дальше начинается подробное изложение того, что должно быть в этом сооружении, какое это сооружение должно быть, размеры, предметы и прочее, и прочее, и прочее. И вот важная фраза, которая как бы сразу предопределяет все. Написано так, я читаю сейчас книга Шмот, 25 глава, 8 стих. И сказано так. Значит, мое присутствие среди вас имеет условие. Вы мне должны сделать мигдаш, храм. Замечательно. Значит, получается, что это не совсем дом Бога, потому что Всевышний будет среди нас. Мы ему построим мигдаш, а он будет среди нас. Потому что мы не находимся в этом мигдаш. Мы находимся вне. Храм он сам по себе, а люди сами по себе. Значит, Всевышний не в том месте, где мигдаш, а в том месте, где бетухам, между вами будут. Всем здравствуйте еще раз, кто присоединился к нам. Значит, постройте мне храм, и я буду присутствовать среди вас. Хотя, если мы будем внимательно читать, то в главе Итро, в самом-самом конце главы Итро, сказано так. Перевожу. Во всяком месте, где я напомню свое имя, я приду к тебе и тебя благословлю. Во всяком месте. То есть, не нужно какого-то особенного места. Любое место годится, чтобы я пришел и тебя там благословил. И жертвенник ты будешь... Там написано, и построи жертвенник из земли, или из неотесанных камней, и так далее. Кто хочет поинтересоваться, это в самом конце главы Итро. Значит, есть некое противоречие. С одной стороны, в главе Итро он говорит, во всяком месте, где я назову свое имя, я приду и я благословлю тебя. В нашей главе он скажет, и постройте мне храм, и я буду присутствовать среди вас. Что-то изменилось. Вот с момента первого до момента второго. Значит, во всяком месте это везде, а потом место сужается, и оно будет называться храм. Но на самом-то деле мы-то строим здесь не храм. Мы строим здесь мешкан. Мешкан, мы говорим, передвижной храм. Храм имеет постоянное место. Мешкан – это некое сооружение, которое может передвигаться, перемещаться. Значит, мешкан от слова шохэн. Шохэн – это сосед, соседствующий. Шхина – божественное присутствие. Сосед – шохэн, мешкан. А храм – это мигдаш, освященное. Так вот, мигдаш, храм, привязан к конкретному месту, и он не двигается ни вправо, ни влево. Место выбрано, и мы даже знаем, какое это место, по крайней мере, для нашего храма. Это Иерусалим, храмовая гора. Там, где был и первый, и второй храм. И мешкан – он некое сооружение. Небольшое сооружение в виде там двора, некой палатки. В палатке есть какие-то вещи. Перед палаткой стоит жертвенник. И он разбирается и собирается. То есть, он не привязан к месту. Он двигается, он передвигается. И знак того, где должен быть расположен этот мешкан – это вот облако, которое находится прямо над этим самым мешканом. И известно, когда облако поднималось, это был знак для всех, чтобы собираться и двигаться дальше. И дальше, вслед за облаком, вот так по пустыне мы передвигались в течение 40 лет. Там, где облако опускалось, там мы разбивали свои палатки и устанавливали вот этот мешкан. Но что важно, что мешкан был центром лагеря. В дальнейшем, когда будет рассказано о том, где какое колено должно присутствовать, там четко и ясно указано, где находится мешкан и как вокруг него расположены колена. Какое колено, где, с какой стороны. Ну, видимо, это важно, потому что в дальнейшем ведь и движение в лагере, когда облако будет подниматься, мы начинаем двигаться, и движение должно быть упорядочено в определенном порядке. Так что, смотрите, как интересное происходит. Значит, сначала везде, повсюду. Повсюду, везде, где он произойдет имя, он придет и благословит. Потом это везде сужается и становится конкретное место, очень небольшое по размеру, и там будет приноситься жертва, и при этом он будет среди нас. Происходит некое сужение. Почему? Почему нужно было вот так вот сузить рамки? Сначала повсюду везде, а потом в конкретном каком-то месте. Видимо, тому есть причина. Ну, давайте скажем так, что будет происходить в храме? В храме мы будем служить Всевышнему. Причем не сами по себе, а через посредников, через священников. То есть священники, коганим, они будут служить Всевышнему. Каким образом? Они будут приносить жертвы. Всякого рода и вида жертвы приносятся в храме. Что такое? Причем разнообразные жертвы из кошерных животных, но не только из животных, и вино, и даже вода, и растительные какие-то вещи обработанные будут приноситься в жертву, то есть возноситься на огонь, который горит на жертвеннике, превращаться в дым и подниматься наверх. То есть жертвоприношение – это искупление. То есть и самое важное из них, которое проходит раз в году, в Йома-Кипу-Рим, когда первосвященник мог заходить в святая святых, в самую дальнюю часть храма, самую священную, где в свое время находились скрижали завета в ковчеге завета за занавеской. Значит, храм – это место, или мешкан – это место, где мы служили, то есть занимались тем, что приносили жертвы, тем самым искупали грехи, свои грехи. Ну, то, что человек грешен в основе своей – это понятно, потому что все начинается с первородного греха, грех Адама и Евы, и с этого все начинается, и с изгнания израильского сана. И так же мы у горы Синай, когда мы исправили этот первородный грех, когда мы все-таки поднялись на высоту, которая характеризуется до греха падения, после этого мы тоже совершили грех, грех золотого тельца, и снова спустились вниз. Поэтому можно сказать, что если до этого во всяком месте, то после греха золотого тельца в определенном месте сужается. То, что грех привносит смерть в жизнь, и нам нужны какие-то инструменты, которые могут искупить нас, и это и есть на самом деле храм и храмовая служба. Таким образом, причина возникновения храма – это, скорее всего, наш грех. Грех, в первую очередь, я буду говорить о грехе, конечно же, можно говорить о грехе золотого тельца, но он будет излагаться чуть позже. Чуть позже. В следующих главах будет излагаться вот рассказано о грехе золотого тельца. Значит, получается, что храм – это лекарство. Это лекарство против греха. Против любого греха, и в том числе золотого тельца и прочих. Поэтому разнообразные жертвы связаны с разнообразными грехами. Таким образом, мы можем смело и четко утверждать, что сначала идет лекарство, а потом идет болезнь. Сначала постройте мне мешкан, и через этот мешкан вы будете исправлять ваши грехи, и грех появится чуть позже. Лекарство, а потом грех. Знаете, на самом деле рассматривать все так узко, конечно, можно и нужно, наверное, я бы сказал, но я думаю, что проблема храма все-таки шире. Да, может быть, она, конечно, плотно и четко связана с грехопадением, но все-таки проблематика храма, храмовой службы, служения в храме, место или не место вот этого вот освященного, выбранного для храма, оно гораздо шире. Я бы так сказал, что, смотрите, есть еще одно место чуть дальше, вот чуть дальше, в следующей недельной главе, да, я имею в виду, если мы посмотрим в 29 глава, 44-й посуд, по-моему, там написано так, «И я освящу Огель-Моэт, вот эту палатку, скинию, да, и жертвенник вэтмизбеах, и Аарона, его сыновей, на священство». И дальше написано, «И буду тогда присутствовать среди сынов Израиля». То есть, когда мы вот занимаемся строительством храма, всех предметов, всех одеяний, Аарон и его сыновья после грехопадения из Калена-Леви становятся священниками, заменяя первенцев, все это произойдет. Всевышний освящает последовательно три вещи. То есть, скинию, вот этот сам, он называется Огель-Моэт, скиния, где находится минура, стол с хлебами, ковчег завета со скрижалями, жертвенник для благовония вот в этом помещении находится. Значит, он освящает скинию, он освящает жертвенник, который стоит вне скинии во дворе, и он освящает Аарона и его сыновей. Вот три вещи там написано, что он освятит и тогда все это начинает действовать. Вот эти три предмета скиния завета, Огель-Моэт, жертвенник, мизбеах и Аарон и его сыновья. Три предмета. На самом деле, если внимательно всмотреться, что это за предметы, мы можем найти очень интересную закономерность. Огель-Амоэд. Огель-Палатка, Моэд – это время на иврите. Если дословно переводить, получается Палатка времени. Огель-Амоэд. Моэд – время. Палатка времени. Он ее освящает. Мизбеах – жертвенник. Это место определенное. И Аарон и его сыновья – это люди. Значит, есть как бы три освящения, связанное со временем, с местом и с человеком. если вы на самом-то деле посмотрите вокруг себя, вот весь этот мир, замечательный, прекрасный, материальный мир, должен ли он каким-то образом освящаться? Освящаться на иврите к душа, лекадеш. Лекадеш – это значит определенным образом выделять, выделять для какой-то цели. Значит, когда мы говорим Амкадош про евреев, Амкадош, народ и дальше идет что? Святой? Нет. Народ выделенный. Акадош – это выделенный. Поэтому вот эти вот три предмета – время, место и человек – именно они во всем окружающем мире могут быть выделены. Выделены. Природа не может быть выделенной. Природа абсолютно гармонична. Животные абсолютно гармоничны. Весь материальный мир он идеален. Он идеален и поэтому там выделять ничего нельзя. Выделять можно только в том месте, где есть некое различие. Человек. Человек, как правило, вот вершина творения, он создан определенным образом ущербным, конечно же, и у него есть право выбора, у него есть право принимать решения и улучшать себя. И в этом смысле есть какое-то различие между одним состоянием и другим состоянием между одним человеком и другим человеком. То есть есть какая-то выделенность. У человека есть какая-то выделенность. Видимо, есть выделенность у места. Как мы уже об этом говорили, в трактатике Лим написано, что Израиль в духовном смысле выше, чем другие земли, а Иерусалим выше, чем весь Израиль, а Храмовая гора выше, чем Иерусалим, а Храм выше, чем в Рамовая гора и так далее. И так мы дойдем до святая святых. То есть есть определенные места, которые отличаются своей энергетикой. И в этом смысле место тоже может быть выделено. Значит, человек может быть выделен, место может быть выделено и время. И время тоже может быть выделено. Ну, каким образом? Мы же знаем, что Всевышний шесть дней творения. Вот он творит день первый, день третий. И это время. И в определенное время происходит нечто другое. А потом возникает день седьмой. И он говорит, что день осветил этот. Некая какая-то другой тип энергии был насыщен в этом времени. Седьмой день. Потом он становится шаббат. День становится шаббат. Так вот, этот день выделен, он освящен. Значит, мы видим, что человек, место и время могут быть выделены, освящены. Вот это очень важно. Если мы посмотрим в самом начале, в первой главе, там, собственно, все написано в этой главе, что как происходит? Сначала Всевышний творит место-время, то есть там места всевозможные, потом времена творит, даже вот день первый, день второй, день третий, это уже связано со временем. Место-время он творит. Потом он творит человека, некая избранность. Потом он творит время, избранное время, которое отличается от обыденного. Седьмой день – это избранное время. Потом он избирает некое место, опять-таки, которое называется Ган-Эден, райский сад, и туда он помещает вот этого человека. Значит, во всем этом творении, смотрите, есть некое выделенное, Всевышний выделяет одно, второе, третье, выделяет. Значит, место у человека выделено, это называется Ган-Эден. В дальнейшем он его изгоняет из этого места, то есть вот это вот узкое место, место обитания человека уже непригодное для него, ему нужно более широкое место, и он уходит в мир, уже мир не ограничен. И человек занимает все пространство. После строительства Вавиловской башни опять все пространство. Они хотели сузиться, опять-таки, в каком-то месте одном обосноваться. Он их опять расселяет. И вот это вот расширение очень важно. Потом снова идет процесс сужения. Выбирается некий человек, его зовут Авраам, вот он уже избран, да. Вокруг этого человека строится некая группа людей, его семья, потом примкнувшие к ним. В дальнейшем это станет народ Израиля, вот он его выделяет. Дальше, значит, он этому народу после исхода даст определенное выделенное время, которое называется Шаббат. Тот самый день седьмой, который был сотворен, на седьмой день, он будет дан только после исхода из Египта вот этим вот выделенным уже людям. Это освященное время. И он им прикажет прийти в определенное место, которое называется к нам. В дальнейшем оно станет землей Израиля. Выделенное место. То есть, видите, вот этот принцип всегда сохраняется. Выделяется человек, выделяется место и выделяется время. Это принцип. Принцип, который был заложен в самом творении. Человек, место, евреи. Народ, шаббат, земля Израиля. Замечательно. И поэтому выделенное место, как земля Израиля, будет в себе иметь еще одну выделенность, самую высокую, которая называется храм. И она будет в определенном месте, связанном с определенными событиями. Ну, мы же знаем, что вот на горе Мория, вот на той самой горе, которой потом вот царь Соломон построит храм, царь Давид купит это место, царь Соломон там построит этот храм. Ведь на этом месте произошли всякие события, типа того, что Акидат Ицхак, жертва приношения Ицхака, знаменитый сон Якова про лестницу, которую он видел, это тоже в этом месте было. То есть, это место уже было помечено, оно было выбрано. Потом Всевышний указал на него конкретно. Значит, тот самый Мешкан, суть которого возникает вот сейчас, в дальнейшем обретет свое постоянное место на храмовой горе. Значит, народ Израиля, земля Израиля, народ Израиля – это некие освящения человека, земля Израиля – это освящение места, плюс храмовая гора и храм – тоже освящение места. И шаббат, суббота – освящение времени. Поэтому необходимость восстановления храма в этой триаде, ну, закономерно, оно должно было быть. Значит, и грех должен был быть, и мы должны были сделать задолго тельца, и мы никуда не могли деться. Так же, как первые люди должны были согрешить, чтобы быть изгнанными из узкого пространства в широкое пространство, так и мы должны были спуститься с горы Сина, и для этого мы должны были совершить вот этот вот грех золотого тельца. И, конечно же, для нас-то он неожиданный, но для Всевышнего, я так думаю, что это запланированная акция, и мы не могли его не совершать. Ну, вот что интересно. Вот эта вот триада, которую я называю «человек, место и время», народ Израиля, Израиль, храм, суббота, имеет еще одну параллель, еще одну триаду, о которой мы говорим гораздо чаще. Мы говорим о том, что Всевышний создает народ Израиля, чтобы дать ему учение, Тару, и чтобы поселить в определенном месте. То есть народ Израиля, Тара и земля Израиля. Возникают у нас такие две триады. Две триады. С одной стороны, народ, Тара, Израиль, а с другой стороны, Израиль как государство. А с другой стороны, народ, Шаббат, храм. Или Израиль тоже, ну, храм. Чем отличаются эти триады? Ну, вторым компонентом. В одном случае это Тара, в другом случае это Шаббат. И эти две триады, они равносильны. Ну, я же вам как-то часто говорил, что в Таре каждое слово, каждое понятие, на самом деле, оно сродни математическому понятию, и ими можно апеллировать. Вот я взял и одну триаду, написал рядом с другой триадой. Я вижу, что между тем, что называется Шаббат, и тем, что называется Храм, вернее, Шаббат и Тора, Шаббат и Тора, ну, есть одинаковость. Народ, народ, Храм, 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 земля, Храм, и Тара, суббота. Тора, суббота. Ну, мы знаем, мы много раз говорили и понимаем важность Шаббата для еврейского народа. И мы часто не устаём повторять вот эту фразу наших мудрецов, что благодаря Шаббату еврейский народ сохранился, что мы не спрашиваем друг друга, веришь ли ты в Бога, мы спрашиваем, что ты делаешь в Шаббат. И это характеризует полностью еврея. Шаббат – это наш пробный камень, критерий. Всегда, когда ты хочешь выяснить, в каком духовном состоянии находится тот или иной еврей, ты поговори с ним про Шаббат. Вообще, слышал он, знает ли это, что такое, что он делает в этот день, как он себя ведёт, и всё сразу становится на свои места. То есть, Шаббат. С одной стороны. С другой стороны – Тара. Тара, как некая книга или некое учение, которое надо изучать. Получается, вот эта вот закономерность, она просматривается в том, что соблюдение Шаббата равнозначно изучению Тары. что соблюдая Шаббат, ты приобретаешь некие силы и возможности вникнуть в Тару. И, вникая в Тару, изучая Тару, ты приобретаешь возможности, силы соблюдать Шаббат. Между Шаббатом и Тарой есть очень интересная связь и закономерность. И они настолько связаны друг с другом, что выполнение одного даёт возможность выполнить другое. И то, и другое, и исполнение Шаббата, и изучение Тары требует сил. Немалых, немалых сил. И поэтому где-то в одном месте, ведь Всевышний не зря вот как-то так соединил Тару и Шаббат. Шаббат, мы говорим, это освященное время, да? Время, выделенное время. А как Тара относится к времени? Мы же знаем очень одну интересную вещь, что события Тары, изложенные события Тары, они не связаны напрямую с временем. То есть, вот в этой последовательности, как они излагаются, это не значит, что там есть временная последовательность. Ведь грамматика Тары говорит о том, что если перед глаголом стоит вот эта вот буквочка ВАВ, такая палочка ВАВ, союз по существу, да, то оно оборачивает времена. Что такое оборачивает? То есть, превращает прошедшее в будущее, а будущее в прошедшее. То есть, если глагол стоит в будущем времени, и перед ним буква ВАВ, то он читается как в прошедшем времени. Мы говорим, что в Таре нет раньше-позже. Событие, которое было описывается позже, могло произойти раньше. И Тро, он когда уходит или приходит до дарования Тары или после дарования Тары, там написано, что до дарования Тары. Но многие комментаторы говорят, что после дарования Тары. Присутствовал ли он при этом? Потому что очень важно, ведь он же приводит жену, мужей и двух его сыновей. Значит, если И Тро приходит после дарования Тары, то ни жена, ни дети мужей не присутствовали при дарования Тары. Вроде как бы не стали евреями. А если он приходит до Иоанна, тогда они присутствуют. И там очень много. Значит, поскольку в Таре нет раньше и позже, Тара не связана со временем. А Шаббат связан со временем. И Шаббат это освященное время. И когда мы сравниваем Шаббат и Тару, получается, очень интересный вывод можно сделать, что связь освященного времени с Тарой это освобождение от времени. Потому что Тара вне времени. Тара не зависит от раньше-позже. Освящение времени это значит освобождение от него, владение им. Первая заповедь, которую получил еврейский народ, какая? Освящайте месяц. Новомесячье, да? То есть вы назначаете времена. Вы определяете этот день как первый день и назначаете времена. Это и есть освящение времени, освобождение от времени. Получается, что все эти триады и закономерности Всевышний пытаются сделать так, чтобы еврейский народ через свою выделенность определенную и служение мог освободиться от временного плена. У времени в плену это полная зависимость от материальности. В той мере, в какой ты освобождаешься от материальности, ты уходишь, освобождаешься от плена времени. У времени в плену с одной стороны нужно быть у времени в плену, потому что нужно жить здесь и сейчас, с другой стороны нужно каким-то образом освобождаться. Вот эта двойственность всегда будет присутствовать. Поэтому шаббат как освященное время, которое равно Таре, которое вне времени, говорит о том, что освященность времени это и есть управление освобождение от него. И всякий, кто соблюдает шаббат тире изучает Тару, он определенным образом может научиться освобождаться или управлять своим временем, по крайней мере внутренним. Понятие времени оно очень интересное, существует оно, это другой вопрос, что такое время, этому можно многое посвящать, есть много интересного материала по поводу времени, так что поинтересуйтесь. Таким образом, говоря о том, что храму посвящается аж целых пять недельных глав, мешка, но аж целых пять недельных глав. Очень подробно описывается все элементы строения, размеры их, из чего они сделаны, и за всем этим есть определенный намек на какую-то связь духовного материального миров, потому что в точке, где был мешкан, где был храм, соприкасаются эти два мира и меняется время, потому что когда мы поднимаемся в духовный мир, время исчезает, когда мы опускаемся в материальный мир, оно возникает, есть какая-то точка перехода из вне времени во время, и время относительно мы знаем, и все там, в общем, не так все просто. Таким образом, храм это та самая точка, где вот этот вот переход из времени во вне времени очень важен для человека, который пытается определенным образом управлять своей материальностью, потому что служение Всевышнему это в конце концов определенным образом управление материальностью. Ну, вот такие вот сложные, я бы даже сказал, заумные рассуждения почему-то в этот раз мне вот захотелось вам рассказать. Я не знаю, насколько это все внятно и понятно, но, по крайней мере, я попытался определить тему, и тема это называется мешкам передвижной храм или храм. Читайте внимательно, вчитывайтесь в каждую деталь, пытайтесь найти комментарии на эту тему, ну, и думайте о том, что вот эта вот триада человек, место и время, оно очень значимо для каждого из нас. Кто я, когда и где я живу, и когда и где я живу, да, ну, наверное, так. Так, я хотел бы посмотреть вопросы, если есть. Слышно хорошо, видно хорошо. по соседству. Да, шхина это по соседству, совершенно верно. Шхина это соседство, то есть, шхина, мешкан характеризует отношения, а мигдаш характеризует место. Да, получается, и мы как храм Бога. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Человек, собственно, это и есть храм Всевышнего. Потому что Всевышний находится внутри человека. Там находится бесконечность. Совершенно верно. И облако над нами находится. Только не все его видят, к сожалению. Ладно. Хорошо. Все. Я вам желаю всего хорошего. Шаббат шалом. Ну и, конечно же, размышляйте. Размышляйте над всем. Очень много интересного вокруг нас. Читайте, размышляйте. Я думаю, что откроется. Всего хорошего. До свидания. Шаббат шалом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.